Друзья, приветствую вас на канале, посвященном погоде рынка недвижимости Украины. Сегодня мы будем говорить о рынке жилой недвижимости города Винницы. Мы поговорим о первичном и вторичном рынке. Мы также попробуем разобраться, какие процессы происходят в целом на рынке недвижимости города Винница. Итак, друзья, смотрим подготовленный материал. Перед вами карта города Винница. В начале видеоролика мы традиционно говорим о колебаниях, это краткосрочные процессы, которые происходят на рынке недвижимости города Винница. Период исследования март-апрель 2021 год. Мы видим, что за период исследования в целом по городу незначительный рост наблюдаем, плюс 0,57%, что в абсолютных цифрах составило 528 долларов. Друзья, как вы обратили внимание, город Винница, единственный город, который входит в центральную группу городов, это центральная территориально-экономическая группа, у которой внутри города нет деления на административные районы. Вот такая вот особенность этого города. Мы продолжаем говорить о рынке жилой недвижимости. Вторичный рынок класс социального жилья, это квартиры, построенные в период с 1950 по 1992 год. Также я вам ссылочку даю на классификатор, вы можете посмотреть, какими характеристиками обладает тот или иной класс жилой недвижимости, ну а также коммерческая. Мы видим, что в апреле месяце стоимость квадратного метра достигла в целом по городу 528 долларов, что показало динамику роста, плюс 0,57%. Давайте посмотрим, что происходило уже с квартирами эконом, комфорт, бизнес класс. Ну, также классификатор есть, единственное, что от себя добавлю, эти квартиры были построены в период самостоятельной Украины, они отличаются от класса социального жилья, большими метражами общей жилой площади, естественно, более развитой инфраструктурой и более комфортными условиями прожимания. Мы видим, что в среднем в апреле месяце средняя стоимость квадратного метра по трем классам, друзья, по эконом, комфорт, бизнес достигла 625 долларов за квадратный метр, что также показало нам незначительную динамику положительного роста, плюс 0,32%. Ну и пришло время поговорить о первичном рынке, это квартиры, которые не сданы в эксплуатацию. В выборку попали три класса, эконом, комфорт, бизнес класс, друзья, так что мы будем говорить о среднеаритметическом числе по трем классам. Мы видим, что в апреле месяце стоимость квадратного метра достигла 402 доллара. Также хочу вам напомнить, что на первичном рынке все продается исключительно за гривну. Мы для вашего удобства переводим гривну по курсу национального банка в доллары, для того, чтобы вы могли сравнивать, что происходит на вторичном рынке, а там все исключительно продается за доллары, ну или евро. И естественно на первичном, то есть мы как бы привели все в одну валюту. Мы также видим, что за период исследования незначительный рост плюс 0,25%. Ну друзья, пришло время поговорить о тенденциях, о перспективах, так сказать, рынка. Ну наверное о колебаниях поговорим. Перед вами интересный график рисунок. Период исследования, в общем-то, 12 месяцев. Это апрель 2020 год, видим 530 долларов стоимость квадратного метра. И уже в апреле 2021 года 528 долларов за квадратный метр. Это класс социального жилья, вторичный рынок. Что в годовом измерении показало нам незначительную динамику. Видим, снижение минус 0,38% в годовом измерении. Давайте попробуем разобраться, что происходило, в общем-то, за этот период времени. Мы помним, что весь 2019 год у нас прошел под знаком незначительного роста стоимости на вторичном рынке. Причем по всем классам, по всем городам, где-то порядка, ну в среднем по Украине плюс 5%. Это 2019 год. Также до апреля месяца, ну в данном случае мы видим до апреля, вот здесь сохранялся эта положительная динамика роста в городе Винница. И вот уже с мая месяца, нет, даже не с мая, а с июня месяца мы видим, как рынок недвижимости отреагировал на мировой экономический кризис. С триггером которого послужил, как мы помним, COVID-19. Мы видим, что рынок недвижимости с реагировал снижением стоимости квадратного метра на протяжении, можно посчитать, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восьми, в общем-то, месяцев. То есть, друзья, это, в общем-то, похоже на тенденции. И вот видим, что в начале года, ну четыре месяца, да, практически три месяца мы видим, в общем-то, опять незначительный, но все-таки, рост стоимости квадратного метра в городе. С чем это связано? То есть, ну, я это объясняю как колебание, объясняю только тем, что мы, как бы, на колебание влияют внешние факторы. Они не зависят от экономической ситуации в целом, как и в экономике Украины, так и показатели, которые находятся внутри экономической системы, характеризующие состояние рынка недвижимости, тоже, в общем-то, нам показывают, что рынок недвижимости находится в кризисе. А вот эти колебания, это, скорее всего, те обсуждения, которые, в общем-то, длятся еще с 2020 года, там, в конце года начали говорить о быстрорастущем рынке в Украине, там, что нашел пятерку самых быстрорастущих в мире. Ну, в общем, люди адекватные, которым продают свои объекты недвижимости, они, естественно, также мониторят рынок недвижимости. И если в СМИ говорят о постоянной росте стоимости квадратного метра, естественно, если продавец адекватный, он поднимает стоимость квадратного метра. То есть, только с этим я могу пока связать этот незначительный рост. Ну, а теперь давайте все-таки расскажу о тенденциях. Почему я считаю, что до конца года будет все-таки снижение стоимости квадратного метра, потому что все показатели, которые характеризуют состояние рынка недвижимости, говорят о том, что рынок находится в состоянии кризиса. А во время кризиса, в общем-то, как правило, стоимость, в данном случае мы говорим о недвижимости, по логике не должна расти. Итак, показатели, которые характеризуют состояние недвижимости в целом или рынка недвижимости, это первый показатель активность рынка снижается, второй показатель спроса количества купленных квартир снижается, третий показатель отсутствие практически ипотечного кредитования. Четвертый показатель строительная отрасль с 2018 года показывает снижение стоимости квадратного, не стоимости, а все меньше вводится в эксплуатацию нового жилья. То есть, первичный рынок находится в состоянии кризиса уже, в общем-то, больше года. И вот это все причина и, как следствие, мы должны, естественно, наблюдать снижение стоимости квадратного, ну это по логике, снижение стоимости квадратного метра. Но, друзья, если это будет продолжаться вот эти колебания на протяжении уже 8 месяцев, да, то мы можем смело говорить, что это тенденции. И тогда, конечно же, в общем-то, это можно объяснить только, я уже на эту тему записывал видеоролик, тем, что, в общем-то, есть закон стоимости. И когда появляется на рынке много денег, то количество выпущенного товара и услуг не соответствует. Естественно, включаются инфляционные процессы, то есть, за бесцененные деньги мы можем купить все меньше и меньше товаров и услуг. То есть, эти товары и услуги дорожают. И, в общем-то, дорожают, потому что вот существует эта диспропорция на рынке, да, денег больше, товара и услуг не выпускается больше. И вот этот дисбаланс включает инфляционные вот эти механизмы. Итак, друзья, ну, это так сказать, об этом говорить рано еще, пока. То есть, пока мы не видим на протяжении, там, длительного периода роста. А если он будет, то, скорее всего, это вот как раз то, о чем я только что вам рассказал. Ну, в общем, будем смотреть, как будут развиваться события. Друзья, пришло время прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит на рынке недвижимости, вам необходимо, что сделать, правильно, подписаться на мой канал. Вы также можете меня критиковать, можете обсуждать мои видео. Особо умные и одаренные могут посылать, ну, сами знаете, куда, конечно, если у вас есть аргументы. Но, друзья, вы должны помнить, что я, ваш скромный слуга и компания Olymp Consulting готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости, которые, я надеюсь, станут для вас компасом или же картой в каменных джунглях рынка недвижимости. Продолжение следует...